Раз. Я себя выключаю. Окей. Прошлый раз я дошел до диспута в Тартозе, но на самом деле мне кажется правильным просто вообще вот это... Дело в том, что было три диспута, которые были два из которых сильно повлияли на историю еврейского народа, и два из них сильно повлияли два из них сильно повлияли на на еврейскую литературу, давайте такое скажем, еврейское восприятие мира. Причем разное. Значит, порядок тут такой. То, что называется Мишпад Париж, то есть диспут Парижский суд, он повлиял на историю и на некоторые вещи, связанные с образом мышления. Диспут Нахманида повлиял на историю слабо, хотя хотя тоже они связаны на самом деле два этих диспута, а третий из Порт-Тартоза это скорее евреи испанники. Значит, вот давайте с первого из них. Первый из диспутов это Парижский суд, его принято называть Парижский суд. Значит, там надо просто знать историю, которая ему предшествовала. Зачинателем его высокой степени был Николаус Николай Донин из Ларошели. Благо русский человек слово Ларошель хорошо знает, в основном из трех мушкетеров. Значит, вот оттуда был еще Николай Донин. Он был учеником Рава Ехиэля и по одному из высказываний Рав Ехиэль его вообще умудрился отлучить от синагоги. Лет 15 Николай Донин это терпел, потом крестился, значит, потом крестился, написал список вот в разных источках указана разная длина списка, то ли 35, то ли 65 пунктов с обвинением в адрес Талмуда и сей достойнейший документ с обвинениями Талмуда во всех, против всех христианских добродетелей отправил папе Григорию Девятому. Папа Григорий Девятый со всей тщательностью изучил сие произведения и спустя три года, то есть дела развивались неспешно, но отправил письма всем королям Франции, Испании, Кастилии, Португалии, Наваро и германским государям с требованиями разобраться с евреями и Талмуд это непотребный сжечь. На что в общем все государи кроме одного это письмо ну как бы это помягче сказать не обратили на него внимания. То есть оно вообще никаких последствий не имело. Но был государин, на котором она имела большие последствия это Людовик Девятый, тот самый, который святой. Он вместе со своей мамочкой, да, вообще Людовик святой, он евреев не любил. И лучшее, что я нашел про него с опровержением, что он любил евреев, как-то он не любил евреев, он еще любил быть крестным отцом евреев, просто потряс. да, но он любил крещение, чтобы они крестились, я понимаю. Ну, святой, одно слово. Значит, по этому поводу он призвал четырех известнейших евреев, в том числе самого раба Ехеля, на суд по обвинению, вот теперь внимание, обвиняемый в данном случае талмуд в непотребствах по отношению к цивилизации и к христианству. Значит, тут надо заметить довольно… Вообще, диспут представляет некоторый интерес этот. Его текст опубликован, он переведен на… Он был, значит, он был есть его протокол на латыни, он был опубликован там в последнее время, вначале в латинском переводе, потом был перевод на иврит, осуществлен того, что там происходило. Но вещь была известная достаточно, по всей жизни какие-то списки ходили, потому что есть по этому поводу высказания различных равинов письменных после этого суда, по поводу, как там надо было себя вести. Значит, вот теперь по поводу содержательной части суда, что вообще утверждал Николас Донин. Да, про Николаса Донина вот кроме того, что он был в переписке с папой и выступал обвинителем в этом суде парижском против Талмуда, ничего толком неизвестно больше, он еще раз ездил с проповедями у вещевая евреев Кристица. В еврейских энциклопедиях тех, кто пишет, в Брагаузе и Ефронии ни слова об этом нет, о том, что было дальше после этого с ним. В одной из американских энциклопедий еврейских указано, что он умер не позже 1263 года, то есть спустя четверть века после этого суда. Почему-то в еврейской этой самой веке загадочная есть фраза, что в 1287 году его сожгли за то, что он написал панфлет против ордена францисканцев, в котором он, кажется, состоял. Правда, что-то сомнительное, последнее что-то сомнительное, я нигде я не знаю нигде, я не знаю их источника, даже не представляю, мне кажется, что мог написать, но судя по списку, который он послал папе, ситуация с ним выглядит так. Он, Николай Донин, он человек грамотный, вот в каком смысле, все-таки предшествовало этому весьма серьезный спор вокруг произведения Рамбама, Маймонида. И, кажется, судя по стилю, который мы находим у Николая Донина, значит, он принадлежал к тем самым эррационалистам, потому что в обвинениях, например, которые не были подняты в парижском суде, но при этом были предоставлены папе, например, он обвиняет Алмуд в некоторых вещах, которые все знают знаменитую Агату про змеиную печь, Тоноросель Ахнай, печь Ахнай. Мы ее все очень любим, ее евреи регулярно напоминают, при этом с выводом, что и как отреагировал Всевышний, Всевышний сказал, победили меня дети мои в этом споре по поводу Галахи с печью Ахнай. Николай Донин говорит, что это какое-то полное безобразие, евреи побеждают Бога. Рационалист такой, ну как это, и вообще. Дело в том, что здесь происходит очень важное до сих пор, и это то, с чего начинает Рабель Ехейль в Парижском защиту, в Парижском суде, он начинает говорить, что послушайте, этот талмуд знают, христианские мудрецы знают циздотно. Святой Иероним, который знал все еврейские студии, действительно, святой Иероним, один из отцов, таких, ну очень важной фигуры церкви, он действительно неплохо разбирался в еврейских вещах, и он ничего дурного в нем не нашел. Что с вами вдруг стало? Что произошло? Дело в том, что Николай Донин, еще раз, это Боекрест, который, вот смотрите, доктрина христианской церкви до сих до сих она состояла в очень простой вещи, что евреи это такие, они устарели, они отказываются принимать отношения евреев к писанию блаженного Августина и с этого, и вот эта стандартная позиция выглядит следующим образом. Евреи, они просто устарели зверски, они отказываются понимать все писание как аллегория, понимают буквально это. Это такой рудимент старого мира, окаменелось старого мира, который надо сохранять в их тяжелом отвратном положении, потому как, чтобы все видели, что происходит с теми, кто не принимает новое, а именно христианскую церковь. Вот доктрина блаженного Августина, которая до Григория IX, извините, Григория IX, она и была главной позицией церкви. Поэтому что происходит, что утверждает Николай Донин? Николай Донин говорит, что ничего подобного, что это, почитайте Талмуд, какое устарелое, что вы там видите, наоборот, они вместо того, чтобы сохранять буквальный смысл Писания, старательно, всеми силами его извращают, перекомментируют, искажают, поносят церковь Ешу, Иисуса нашего, и ненавидят всех людей, ну и так далее. То есть то, что он совершает другое отношение к Талмуду, если до этого это была бы как бы некая окаменелость, которая пытается буквально понять Писание, то теперь это не окаменелость, а новое что-то, отличное от христианской церкви, которое все извращает. Вот это позиция Донина. Если учесть, что вообще вот этот период, о котором мы говорим, первая половина XIII века, еще раз, суд состоялся в июне 4240 года, то в это время церковь, чем знаменит Папа, о котором мы говорим, это создание инквизиции, это подтверждение запрета чтения Писания несвященств, но только священники имеют право читать Писание, это временный запрет на чтение Аристотеля, и здесь довольно важно францисканцы, тогда францисканцы этим делают, и доминиканцы, значит, в основном францисканцы вначале, два ордена, которые начинают серьезную цензуру всех книг, ходящих о христианском мире, но они претендуют на такие же права по отношению к еврейскому миру. И в данном случае деятельность Николая Донина, Николас Домин Делла Рошель, она как бы ложится в эту политику. Значит, теперь, что касается самого диспута, вообще надо сказать, что как бы решение было решено, что главной судьей будет принимать мать короля Людовика это самое, диспут шел на латыни, это очевидно, довольно-таки, что плохо, потому что естественно королева латыни не знала, и там скажем ради Ихель, который возмущается регулярно, что Николай напрямую что-то шепчет на ухо королеве, по всей видимости, он просто переводил с латыни на французский, как я подозреваю, потому что ожидать, что королева свободно владеет церковной латынью, как бы это перебор, по-моему, некоторый, то есть она, наверное, женщина не то, что совсем неграмотная, но все-таки церковная латынь это многовато требовать от женщины. Значит, основных обвинений, собственно говоря, два. Первое, что в первой части он доказывает, что они извращают заповеди, приводят пример, значит, примеры каких-то это самое странных трактовок типа я не буду сейчас приводить диспут на эту тему, но если кому-то хочется, как известно, вообще в еврейском праве существует регулярно правило, что все как ничто вот в некоторых случаях принимается. Вот, например, в суде, если решение в суде по Динейн и Пашот, то есть по приговору к смертной казни, если решение принято семидесятью одним судью единогласно, то решение признается ничтожным. Должно быть хоть один голос в защиту произнесен, и хоть один голос должен проголосовать против решения. Если решение единогласно, то оно признается ничтожным такое решение, потому что это означает, что по всей подсудимый не получил защиты никакой. Дело в том, что на самом деле представители защиты являются частью судей. Если сами защитники голосуют против, за казнь, то какая черта защита здесь произошла? Если защита, он не получил должной защиты, как раз здесь логика есть. Но там спор шел о довольно действительно странном законе, который гласит следующее. В законе о том, что детей нельзя не приносить ребенка в жертву Молоху, есть свидетельство Талмуда, которое говорит, что если человек принес всех своих жителей в жертву Молоху, тогда он признается невиновным. То есть если некоторых, то виновен, если всех, то невиновен. На самом деле логика историческая выглядит так. Вообще-то детей в жертву Молоху, своих детей в жертву Молоху, нам это известно из внешних источников, приносят для блага семьи, и вообще это такое мероприятие, ежели кто-то своих детей приносит, то это делается для блага своего рода и своей семьи. Если человек принес всех своих детей в жертву, то он сумасшедший, потому что логика тут просто теряется, в поступках теряется всякая логика. Но это так, это исторически, Раби Хель по-другому ответил, что здесь есть логика, он сказал, буквально, это действительно довольно оригинальная некоторая трактовка этого дела, не буду входить, но в общем действительно вызывает некоторое недоумение закон. Вторая вещь, которая, это было, но это как раз еще там пара подобных случаев разбиралось, но это как бы несущественно. Существенно было две темы. Одна тема, что Талмуд поносит Иисуса и рассказывает про нее гадости. Для тех, кому интересно, безусловно, Талмуд есть такого софтовысказа. Я вот сразу, в отличие от Равы и Хеля, которые пытаются доказать, что там ничего такого нету, сразу скажу, что там есть. Для тех, кому интересно, я говорю, у меня вот такая книжка есть. Называется Хесранотшас. Хесранотшаса. Книга первый раз вышла в городе, значит, какое издание было. По-моему, это копия львовского издания, лэнбергского издания. я всегда, так как я видел лэнбергское львовское издание, то я всегда считал, что эта книга издана в связи с выходом Виленского Талмуда. И это цензурные изъятия из Талмуда. Это сборник цензурных изъятий. То есть, все купюры, которые вымараны из Талмуда, они собраны и опубликованы. Естественно, опубликованы не в Лэнберге, то есть, во Львове, потому что это в то времена австрийская, австоквенгерская империя, это не Российская империя, поэтому как бы российскую все не под цензуру России. Книги, которые в России не проходили цензуру, еврейские сдавались именно во Львове. Это известное место. Но дело в том, что на самом деле первое издание этой книги было до Виленского Талмуда. Первое издание там и до Виленского Талмуда было предпринято. Тому интересно, есть русская книга свидетельства об Иисусе, по-моему, называется издательство то ли Амфора, то ли Алтея, не помню уже. Где-то, если прокопаться на полках, наверное, найду, где есть собраны основные пассажи по поводу Иисуса в Талмуде. Они собраны, думаю, что из этой книги их и взяли просто. Вот в современных изданиях, то есть издание Штейншмайнера, издание Штейнзальца, вот в этих парочках изданий, все купюры восстановлены, и они не под цензурных же вариантом. там есть пассажи, которые некоторые непонятно, то ли по поводу него, или не по поводу него. Некоторые антихристианские выпады, например, я их обнаружил в подцензурных изданиях, которые цензура даже не замечает. просто потому, что для этого надо лучше знать Новый Завет, чтобы это заметить, эти номера, а они просто, они, кажется, плохо знали сами Новый Завет. Там выпады против некоторых вещей, типа вы соль Земли, если соль загниет, как это можно исправить? Для того, чтобы понять, что это ответ, что соль не гниет. Для того, чтобы понять, это надо просто вспомнить, что это цитата из Нового Завета. Она так осталась. Это не заметили этого пассажира. Но там есть некоторое количество. Это знаменитая Агада у Бенстада, которого, как известно, казнили. Это в трактате Сенхедрин, по-моему, у нас. Да, в трактате Сенхедрин. Значит, и ну давайте я вот образец приведу, может быть, у Ешо за 40 дней до того, как он был отдан на побиение камнями, за то, что он колдовал и соблазнял и вводил в смущение народ Израиля. Было сказано, всякий, кто знает для него оправдание, пусть придет и научит. И не нашли ему оправдание. И повесили его накануне подстрекатель. Сказал Ула, если он подстрекатель, то по правилу на подстрекателя не объявляет, кто знает на него, кто знает ему оправдание. Это есть правило. Такое именно относительно закона о подстрекателе не делают объявления, кто может его оправдать. он виновен, то есть там действует презумпция виновности вообще в этой истории. Отвечает, съешь другое дело, он был приближен к властям. Значит, я потом еще раз в продолжении это потом будет. Ну, вот такой вот посажет. Вторая история, которая известна, что не следует поступать как раби Гошуа бен Парахия, а следует ученика одной рукой отталкивать, второй приближать. Вот раби Гошуа бен Парахия своего ученика Ешу отталкивал, когда тот хотел простить, то он был занят это сам, и в результате Ешу вышел на дурную стезю. Это вторая такая история. Вот эта история еще там ну и безусловно довольно известная года по поводу того, что Ешу пребывает в аду, ну и так далее. Вот эти примеры приводят Николай Донин и говорит, вот видите, Талмуд поносит Ешу Иисус. Раф Ехель по этому поводу в общем возражения, которые у него были, выглядят следующим образом. Если это ученик раби Гошуа бен Парахия, то вы меня извините, но вас не бьется под это. Потому что это намного раньше. Вы же сами говорите, что Ешу родился за 60-70 лет до разрушения храма, а это за век до того должно было быть. То есть это не бьется под Адам. Ешу, которого повесили эта самая история в Луде какая-то, что это другой, что это тоже не он. И вообще это не про него. То есть там раз за он пытается доказать, что речь идет не про него. Может быть не про него, может быть про кого-то другого. здесь истории вполне могут быть, хотя вот эта история про Ешу, который был подстрекателем, она безусловно имеет в виду его. Другой разговор, что исторически она каким-то образом, но я сразу скажу, кто-нибудь слышал о вещи, которые называются Медраш Альмитле, такое произведение, вы на русский перевели, кстати, оно существует, русское издание, сказание о повешенном. Это такой апокриф по всей видимости века шестого еврейский, значит, псевдоисторическая такая вещь, краткое содержание, оно много где проводится, что ну, казни, да, конечно, мы его казнили, но А – это наше внутреннее дело, Б – было зашли. Причем такое совершенно открытым образом, вот это здесь происходит вот на самом деле весь Парижский суд в этом проблема, что евреи как бы считают, что ежели это мы, а евреи как бы во внутренних делах, смотрите, исторически, вот если изучать Новый Завет, то, в общем, видно, что это сделали римлянки. Евреи здесь то ли помогали в этом сомнительном процессе суду первосвященника, да, то ли закрыли глаза и не пытались спасти, но как бы главный судья все-таки был суд прокуратора. Думаю, что да, прокуратора, главный судья был все-таки римский прокуратор. Многие евреи как бы спокойно это на свой счет относят и говорят наше внутреннее дело. Христиане, как это ни странно, и это видно, что это уже тенденция в самом Новом Завете есть, предпочитают всячески убирать вину римских властей в этой истории, более того, вот эта тенденция к оправданию Понтия Пилата в этой истории, она в христианской церкви очень серьезно всегда шла, как бы, но тут надо понимать, что это обеление римской империи в этой истории идет. Кому интересно, пусть почитают книги Илья Гумаков на английском, они есть эти книги. Это сторона вопроса. Но опять, евреи очень спокойно относятся во внутренних отношениях. проблема в отношении с христианами. Как бы, христиане говорят, вы убили Иисуса. Вообще-то, честно говорят, ну и что, это наши внутренние дела, вам-то какое дело? Так он же наш. Он говорит, ну, да, и что? Вот, то есть, диалог должен быть вот такой, но, как бы, христианская церковь не готова вот на этот уровень перейти разговоров. И в результате, как бы, попытка Раби и Хейля доказать, что речь идет о другом Иисусе, ну, во-первых, она очень сомнительна. Во-вторых, в общем, она успеха не имеет, конечно. Все-таки на Моке совершенно очевидна, и вот эта года, которую я сейчас привел по поводу того, что перед Песох он был там повешен, она, вы можете почитать продолжение, и вы увидите, что имеется в виду именно героя Нового Завета. Там это прозрачно. Другой разговор, что ссылаться на эти источники Талмуда, проешу, как на исторические источники, я бы не советовал, потому что, ну, то есть, все, что я по этому поводу читал, все эти источники, попытка сказать, что это какие-то исторические хроники, ничего подобного, это памфлетные вещи, они явно более поздние, это не, это не, как это сформулировать, это не исторический источник, в том смысле, что это не можно, нельзя приплести к историю христианства, а можно приплести только к отношению евреев к христианству, это вот в этом смысле, исторический источник, но он про еврейский образ мыслей, а не про христианство, вот это надо понимать, я читал несколько людей, которые пытаются доказать, что они имеют какую-то историческую подоплеку, но я этого не вижу в упор, честно говоря, но опять здесь разные мнения могут быть, но не вижу. Значит, это первый пункт. Второй пункт, что евреи вообще ненавидят Гоев, ну и дальше там, я напоминаю вам эти сочнейшие цитаты из Талмуда, лучшего из Гоев убей, да, ну, впрочем, рядышком в трактате Софрим, лучший из врачей Лобегеном, тоже в ад пойдет, так как евреи любят такие чудесные парадоксальные пассажи, то вообще их никто никогда всерьез не воспринимал, но там, скажем, точно так же, как закон о том, что закон о возвращении находки, он касается только потерь евреев, это правда, другой разговор, что практически Галахе утверждается всегда, что действует закон зеркала, а и правила зеркального обращения, что если по законам государство на ход возвращают евреям, то есть христиане возвращают, Гои возвращают евреям, то евреи должны возвращать Гои, то есть правило зеркала должно работать, но здесь соображение простое, как бы тара дана евреям, и мы это сами. Надо сказать, что вообще значит и вот здесь Раф Ехель произносит несколько вещей в оправдании и они заставляют задуматься. Первая вещь, которую он говорит, это стандарт полный и, например, оправдание в книгах 19 века, особенно в австролингерских и немецких книгах это всегда есть, впрочем, русских тоже, я имею в виду 19 век, что всюду, когда вы видите Гоев, то имеются в виду язычники, которые жили в те предалекие времена Талмуда, а не наши замечательные собратья немцы, русские, ну и так далее по списку, которые, ну совершенно не язычники. Это стандартное, например, напоминание в книгах, вот подцензурных книгах, если вы откроете, там обязательно такой дисклеймер в начале книги где-то есть, вот где-то после проверенной цензуры, там обязательно это есть. Это на самом деле идет вот отсюда, как раз вот, по-моему, это первый источник, где это было высказано открытым текстом, это Раф Ехейль во время суда в Париже, что имеется в виду не вы, уважаемые наши французские собратья, а те гои, которые были тогда. Во-вторых, вот здесь произносится фраза, которая будет ключевой, ну вот, да, во-вторых, на самом деле его аргумент действительно довольно серьезный, и он как бы подрывает всю основу этого дела. Послушайте, мы с вами живем вот здесь в этой стране уже несколько веков. Вы видите, что мы вас там пытаемся убить, ограбить, что наши сделки, контракты с вами, там один из пунктов обвинения было то, что одно из обвинений книги Е, одно из обвинений было в том, что евреи считают, что не надо исполнять контракт с заключенной сгоями, на что Рад Михеев говорит, ну вы же знаете, что мы исполняем свои контракты. Вы о чем? Что речь идет о каких-то других обстоятельствах, которые нерелевантны. Но дальше он говорит, что к тому же нынешний и опять он начинает говорить о том, что было отношение к идолопоклонникам, а вы все-таки не идолопоклонники. Здесь надо читать современные статьи, которые пытаются разобраться в этой истории. Было ли отношение к христианам как к идолопоклонникам? И тут я хочу заметить сразу, что в Европе Провансе, о котором идет речь, речь идет о Провансе, Рафи Хейрон из Прованса, в Германии есть простой псаг нескольких предшественников даже Раши. Это серия респонсов на эту тему самым открытым текстом. Вопрос является ли голопоклонником ответ христианам отсюда, христианам и идолопоклонникам? Ответ нет. Я могу сказать сразу, что если вы их признаете идолопоклонниками, то тогда у вас начинаются серии проблем, связанные с торговлей в праздники христианские. А христианских праздников воссы маленькая тележка, считай, воскресенье. И тогда это налагает такие вещи, что практически сосуществовать станет невозможно. По этому поводу есть правила в европейских общинах христиан не признавали язычниками и мнение Робейну Тама это внук Раши и это до Парижского суда открытым образом, которое многократно повторено было и это как раз формула, которая окончательную точку ставит в отношении раввинов христианского мира, то есть западноевропейского мира имеется в виду следующее, что там вопрос, ключевой вопрос был, что можно ли требовать христианину клятку, ведь он будет клясться своим Ешу и это нехорошо, на что следует ответ, что так как они признают Бога создатели неба и земли, то это нормально, а то, что они упоминают своих святых, вот здесь важный момент, святых, не Ешу, а святых в основном, то это щитов, то есть они верят в Бога создателя неба и земли, а то, что они присоединяют к нему какие-то еще божественные силы, так неевреям это просто можно, и это точка в этом споре, то есть на самом деле европейское еврейство четко придерживалось этой позиции, как бы, да, конечно, вся их деятельность со святыми и Ешу она сомнительна, но чистым и долопоклонством это признать нельзя, и эта позиция на самом деле была общепринята именно в европейской части. Те евреи, которые жили в мусульманской части, например, тот же Рамбо, он живет в мусульманских странах, он никогда не жил в христианских странах, то есть Кордоба, Альмагра, Фес, Египет, то есть только мусульманские страны, где он живет, он как раз признает христианство чистым язычеством, но это его проблемы, то есть у него нет с этим проблем, у евреев, которые живут в Европе, с этим да, были проблемы. По этому поводу вот эта позиция, что Гоэм следует относиться как к людям и вообще вот то, что Рап Ехеев сказал, на самом деле вот эта линия, она начнется отсюда именно вот от этого спора Парижа, эта линия начнется и достигнет своего пика в произведениях Меири. Это еще спустя два века после этого спора, но она будет сформирована четко, железно, многократно, он говорит это многократно, и его отношение Гоэ он просто другой, вот мысль, которую Меири всегда проводит, что он, конечно, другой, но воспринимать его как однозначного врага просто нельзя. Значит, это такой вот, но это будет, как бы вот эта линия, она начинается с парижского именно диспута. Вторая вещь, которая довольно важная, в этом диспуте Раф Ехейль высказал, но не очень четко развил эту мысль, он ее произнес, но не развил в полной мере, и она тоже повлияет на все дальнейшее, но в основном главная часть, где это влияет, это диспут Маймонида, который произойдет через 23 года после этого, и произойдет он в Кордове. Значит, а именно ссылки Николая Донина на Агаду, он говорит, что вообще-то у нас есть Талмуд, где в части касающейся заповеди он нас обязывает заповеди и закона, а в части, которая не заповеди и закона, то есть, которая, собственно, Агада у нас ничему не обязывает вообще, и мы ничем не обязаны Агаде. Вот эта фраза, которая там произнесена и которая вызвала некоторый резонанс, она не столь сильный резонанс вызывает ровно по одной причине. Эта фраза очень резко была высказана Нахманидом в диспуте в Кордове. И через 23 года и дальнейшее обсуждение вот этой части, насколько Агада Махаевит, насколько Агада обязывает, она связана в основном с позицией Рамбана, Раби Машебен Нахмана, Нахманида, Раби Нахман Делапорта. Это его гойское именование, Бенастрюк Делапорта. Раби Нахман, у евреев принято светское и еврейское имя. Порта в данном случае это не Португалия, а район Барселона, по-моему. Там Барселона, не помню. Вот, значит, там большая еврейская община была, фамилия Рапопорт, кстати, вот имеет в виду именно это Порта. Рафе из Порта, Рапопорт. Значит, он он значит, он эту фразу произнесет куда подробнее и дальше вот будет открыта довольно серьезная дискуссия об отношении к ГОДЕ, но это там произойдет, в парижском споре, в парижском диспуте эта тема как бы, ну, она перекрыта более как бы авторитетным человеком, который придерживался той же позиции. по этому поводу. Итак, вот на еврейскую литературу в парижский диспуте повлиял именно вот это как бы поднятием вопроса об отношении к неевреям, причем на уровне теологическом. Как относиться к неевреям, это же на самом деле вопрос повседневности. Какие у нас отношения к повседневной жизни? Они могут быть разными. Теология здесь всегда есть, но вот знаете, меня потряс мой тесть, вы извините за такие рассказы, но вот мой тесть был, и там еще несколько людей, которые когда были в Сибири при советской власти, они обнаружили, что антисемитизм в городах, где нет евреев от слова вообще, то есть они не знают евреев, вы учтите, что Сибирь это вне черты оседневости, и евреи попасть в Сибирь это значит его туда сослали просто. В крупных городах типа Иркутска они есть, но это либо солдаты отставные, но обычно где-то вот такое. Но его поразило уровень антисемитизма там, хотя что такое евреи они не знают, они его ни разу не видели в жизни, но при этом евреи это очень нехорошо. Так вот практика и есть серия свидетельств, чем больше общаются гои и евреи, тем легче отношения друг к другу. Ну, если там не лежат какие-то финансовые отношения довольно сложные, иногда которые принимают самые дикие формы. Но при этом вот эта практика она есть. То есть я пытаюсь сказать, что вообще отношения личные, они, как правило, вне теологии, хотя теология на них влияет, безусловно. Вот, но она как бы личное отношение, ну, вроде хвоста не растет, вот, в бане вместе были, хвоста не видел, это вот, где-то вот такого вот уровня, да, происходят вещи. Хотя самые разные, вы же сами понимаете, самые разные реакции. Меня в школе евреи обидел, все евреи гады. Хотя мне уже 50, но я помню, что они все гады. Такое тоже по-разному бывает. Да, но то же самое с еврейской стороны ведь нечто подобное может происходить, чисто бытовые такие явления. То есть, скажем так, к бытовому антисемитизму отношусь вполне спокойно. Вот, ну как, незалежное добытя, как говорят на украинском, которого я не знаю от слова вообще. неотъемлемо от жизни. Но вопрос, выведено ли это на теологический уровень. То, что Николас Донин пытается сформулировать, что муд на теологическом уровне требует дурного отношения к Гоям вообще, а христианцам в частности, как раз некоторое обсуждение формулировок об отношении с неевреями, оно довольно существенно. Я хочу еще одну вещь отметить, что в данный период вообще отношения с властями у французских евреев весьма отвратные, потому что Людовик Святой, отправляясь в крестовый поход, седьмой крестовый поход, просто провел серию конфискаций еврейского имущества вообще-то, и отношения-то были плохими, но хочу заметить, что как бы из книг того периода не видно вот память о событиях первого крестового похода, она есть под всем этим вещей, только не забудьте, что 1247 год недалеко лежит от 1097, 1243, 40-й год недалеко лежит от 1097, вот это погром трилеинских общин, и евреи как раз помнят это, поэтому отношения там могли быть весьма отвратными, и то, что отношения к христианам плохое, я всегда говорю, читайте комментарии Раши книги Псалмов, она как раз составлена стопроцентно после этих погромов, и там хорошо видно, как его, вот ненависть положенная на бумагу, там следы, есть это при всей цензурной правке, которая там была, потому что там очень подцензурная книга, огромная цензурная правка, и оригинал не найти, просто не найти оригинала, но понятно, что отношения были плохими, поэтому понятно, что позиция Рави и Хейля была с самого начала проигрышна здесь, потому что, собственно говоря, сказать, что мы вас очень любим, вы нас за идиотов держите, у вас совсем память рыбки, вы не помните, что было полвека назад, уже забыли, нет, не забыли, вот, значит, но, тем не менее, на уровне теологическом вот это обсуждение, как бы, можно ли признать, что Гой это другой, а не плохой, оно поднялось, вот это оттуда идет, из этого спора. Значит, подводя итог, сразу скажу, было решено, что Талмуд заслуживает сожжения, было сожжено сколько-то там вазов Талмуда, вы учтите, что это еще финансовая огромный ущерб, Талмуд был запрещен во Франции, и существует, я как-то думал, что потом это смягчилось, но существует польское письмо от 1297 года, где говорится, что закон не изменен, а где-то в 1306 году собственно, евреев изгнали из Франции, и французская община, франконская, надолго потеряла всякое значение в еврейской жизни, причем очень надолго, франконская и еврея, как бы, любое значение потеряли для еврейского мира, и это событие 1306 года, но оно непосредственно связано вот с этим Мешпад Париж. Надо сказать, что как бы последствия все это несколько смягчилось, дело в том, что евреи подали жалобу это самое королю, уже наследник Людовика это самое, по поводу того, что Талмуд надо бы разрешить и он в какой-то мере был разрешен в очень ограниченный, аргумент был очень простой, что мы не можем вести религиозную жизнь без Талмуда, а Ваше Величество, если мы уедем, то у вас будут убытки серьезные, а евреи, как известно, имущество короля, и собственно вот наследник Филипп Третий, по-моему, смелый, выступал против францисканцев по этому поводу, что они лезут в королевское имущество, в королевскую казну, затевая все эти проделки против евреев. И собственно он смягчил отношения, потом ухудшил, то есть там длинная сложная история была, но смягчение отношений было именно, евреи просто предложили, что они не смогут здесь жить и уедут. И это нарушает все договоры об общинах, если вообще, ведь евреи живут по договорам, причем королевским. Королевский, графский, может быть, герцогский. Испания, вот я сразу забегая вперед, скажу, что в испанском вот этом кастильском диспуте решение было про Талмуд, что евреям было повелено вымороть из Талмуда все списки, которые привел, где поносится христианство, вымороть из Талмуда все эти отрывки, которые привел в списке пабло-кристианин. То есть они предпочли просто цензурную правку, это решение, королевское решение, и, собственно говоря, именно вот с того второго барселонского спора, который произойдет в 1263 году, я к тому я в следующий раз буду говорить, только уже не столько о самом споре, там куда более интересная вещь, есть просто начало серьезного обсуждения о статусе агады, как тогда началось после этого. Тогда, собственно, это начало появления цензуры для еврейских книг, она еще официально не введена, но вот этот первый указ о том, что евреи обязаны вымарать из своих книг перечисленное количество отрывков, оно идет вот оттуда. И там начинается цензура, но вот если кому-то интересно, история цензуры начинается именно со второго диска, я в следующий раз расскажу, потому что там на самом деле меня будет интересен не столько кто, там другая позиция совершенно была, Павел Кристианин, тоже выкресил, он не то, что говорил, не то, что Николай из Донина, там совершенно другая позиция была, тем не менее, и это не был спор над Талмудом, это не был суд над Талмудом, но тем не менее, там вот решение историческое, собственно, обведение некоторой цензуры, хотя еще не в полной мере, как МОСАД, как институт еще цензуры не было обведено, просто было приведено, указан список мест, которые из Донина следует выбрать. Что, понятно, в Испании было пройдено. Ну, вот так где-то, то, что я сегодня хотел сказать, я думал, что короче получится намного. Вы меня извините, что так длинно вышло. Окей? Да, спасибо, Редмейр. Вопросы есть? Таня, я ответил, с мнением Маймонида христианство является чистым и голоподомство. Это мнение Маймонида, но еще раз, он среди евреев Европы, я не знаю ни одного раввина, который придерживается этого мнения. Просто не знаю таковых, по крайней мере, пока не в Европе. Давайте так это сформулируем. Это просто очень непрактично, это невозможно жить так. Это, я вот приводил пример по поводу того, что, скажите, пожалуйста, это запрос 10 века, скажите, пожалуйста, уважаемый Райбин, правда ли, что по мнению Талмуда там-то есть постановление мудрецов о том, что Гоям нельзя давать подпроцент точно так же, как евреи. Ответ даже не обсуждается, мы с этого живем. То есть, даже обсуждать не будем. Вот это та же самая ситуация. Мы даже обсуждать это не будем. Поэтому вы не найдете ни одного еще раз раввина христианских странах, которые так думают. Которые так пишут, по крайней мере, давайте так сформулируем. Так как я, и я этого не читал ни у одного христа. Потому что, еще раз, Псак, Рабей, но там лому сгори, малиньян, шиту, им не запрещено присоединять к Богу что-то, это как бы ровное место. Ну, кстати, мне кажется, что теологически это правильно. Ну, хотя, потому что, то, что я многократно повторял, в Танахе вы ни разу не найдете ни одного указания, что поклонение идолам является грехом, ставящимся в вину народам. Вы такого места не найдете нигде и ни разу. Вот, вот, всегда помните, вот, вот эту вещь, что со времен Танаха не принято ставить Гоем это в вину. То есть, если Танаха, если Писание этого не делает, то почему, то как мы должны это делать? Тогда нам-то это как? Нам может не нравятся поступки, но считать, что они виновны, это невозможно, это неправильно, это явно не библейские поведения, вот эта вещь, которую надо во всей этой вещи иметь в виду. Даже если я постановлю, что это идолопоклонство, и какое из этого следствие будет? Кроме галахических. Да никакого, просто потому, что и в Танахе это не имеет никаких последствий, ежели народом преснеем дала поклонниками. Вот это надо понимать, давление Танаха в любом случае будет довольно сильное, вы не сможете провести ни одну цитату в подтверждение, что такие, что французы нехорошие люди, потому что они язычники. Вы не найдете там это, вы не найдете ни одной цитаты в пользу этой позиции. Это надо всегда просто иметь в виду во всех этих делах. Да, мы можем считать, что то, как они себя ведут в великолепном отношении, это неправильно. И нет дальше следующего хода, что они нехорошие люди, вот этого хода нет. Он как бы перерезан, еще Танахом этот ход перерезан. Спасибо. Тогда мы переходим к следующей части. Да, там, по-моему, включить-выключить надо, да?